Вы очень интересны разработки КВЮ, новых приборов, которые я предполагаю считать, как у нас есть приборы, которые будут изучать электричество, 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 с разными планами. Но я хочу напомнить, что в принципе Украина выходила на космический рейд в 90-е годы со спутниками ДСЗ, то есть первые спутники Океан и так далее, были спутниками для исследования Земли. Вот в своем нагладе Вы практически об этом ничего не сказали. Насколько, как привезти, когда было действительно, когда было давно, Вы упоминали электричество и, ну, ближе, или как-то наши ближе. И больше ничего об этом, правда, я не не сказал. Я думаю, что есть вопрос. Либо изменилась стратегия, то есть разработки направления и специализации по платформам, по приборам, либо это то, которое не посвящало по причине новых высших государственных интересов, которых Вы решили не продолжать. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. И я бы не ушел бы с этой трибуны, если этот вопрос мне не задал. Я бы сам ее себе задал. Поэтому на самом деле я хочу сказать, ну, техника уже выключена, я просто прочитаю название доклада. «Спутниковой технологии КБ Южного для проведения космических исследований и постановки научных экспериментов». Поэтому мой доклад был только в части космических исследований и постановки научных экспериментов. Но я буду сейчас попробовать быть честным, хотя путь, но быть честным в наше время, да? Это по критике вот в Луне, когда меня назначили главным конструктором, первый конфликт у меня как у главного конструктора возник, как это ни странно, с тобой. Федорову сказал, КБ Южное в последнее время перестало заниматься наукой космической. Она перестала заниматься созданием платформ космических аппаратов под научные исследования. Ну, меня он сразу так раззадорил, да. А вопрос-то еще был. Вопрос я опять-таки поставил так. У меня есть все под микросад, нет научных приборов. Разберитесь с приборами. Не разберетесь, улетим без них. Федоров тогда занял жесткую такую позицию. Мы потом еще раз не скажем, как мы встречались, и разговоры были жесткие. Но почему я говорю, что вот эти конференции очень важны? Вот здесь должны быть обмен мнений. Ну, все, что сказал Федоров, оно же мимо меня-то все равно не прошло. Оно же где-то там червячком всегда было. Ну, как там. У меня же другая задача. У меня КБ должна работать. Мне нужно спутники делать без опуска. Мне нужно миру демонстрировать, что КБ-3 живое, что делает спутники. Мне нужны контракты. И если контракты сегодня не может государство мне предоставить, мне должны коммерческие контракты предоставить. Но где-то, ну да, надо наукой заниматься. И мы повернулись к науке как в лицо. Вон, у меня 13 человек там сидят, которые хотят заниматься наукой. А теперь вот и зазы. Украина сегодня, как никогда, занимается созданием не просто спутников, а космических систем. Потому что, имея один спутник, стоимость спутников высокого разрешения, примерно, вот, метрового разрешения, это сегодня где-то порядка 65-70 миллионов долларов создать. Это при том, что сегодня я вам должен напомнить. Из-за аннексии Крыма у нас нет, мы потеряли очень много. Там у нас, вы знаете, в экватории был центр. Там ЦУГ был. И это заново нужно создавать в Украине. Сегодня КП «Южная» вместе с Верхнамом занимается проектом «Сич-2. Это 2,5 метра разрешения». Сегодня это проведение технического проекта. К сожалению, то, о чем говорил Ярослав Степанович, Олег Павлович, в 2017 году нам не выделили по этой теме вообще ничего. Но это. Но, тоже не для всех, да? Нам удалось найти финансирование. Сегодня КП «Южная» строит, если хотите, завод по производству спутников. Вот так я вам сейчас скажу. Вот сидел, обедал, прежде чем сюда прийти, позвонил своим, которые сейчас контролируют строителей, которые сейчас должны заливать толпы в чистые помещения. Сегодня КП «Южная» строит завод по производству спутников, современных спутников. Потому что «Южная» на сегодняшний день не обладает невозможностями организационными, ни техническими, ни технологическими, не имеет даже технологического оборудования для того, чтобы изготавливали спутники такого класса. Сегодня КП «Южная» за свой счет, ну, и что? За какой-то счет, да? Пытается? Не пытается. Делает. И к концу года будет сделан вот этот завод, где мы будем производить спутники. Сегодня у нас есть иностранные контракты. Некоторые мы будем заключать к концу этого года, но есть намерение о заключении контракта, по которому мы будем создавать с европейскими странами космическую группировку высокого разрешения. Сегодня ДСВЗ – это требование времени. Страна, которая находится в состоянии войны, страна, которая находится по соседству со страной, которой во много раз больше, или только по территории, но по численности армии, по возможностям, по-друге, в финансовом ресурсе, должна уметь защищаться. И для этого нужно хотя бы разведку правильную вести. Вы можете покупать снимки у кого угодно, вот завтра в 11 часов я буду в Киеве, в ВКО, делаю доклад именно по этому вопросу. Но вам никто не брата снимки, которые вам интересны. Вам никто не брата снимки, где есть стратегия ваших соседей. Это нужно только собственной системой создавать. И Кабы-Южная этим занимается. Я, наверное, не все могу говорить. И дело, наверное, не в том, сколько и чего, я скажу. Я могу сказать, но, кроме Кабы-Южной, эту задачу никто в стране решить не может. Тут было много, и тут присутствуют сзади люди, которые нам предлагали завести коммерсантов. Выдадим деньги, и Кузя не делает, и украинец будет. Ну, слава Богу, как бы объяснили, уважаемые люди, и в УКО, и в Министерстве обороны, не делайте резких движений. Хватит нам одного выпитья, который в Красноярске очень низенько летает, который должен был запущен в 2012. И там занимались серьезные фирмы этими аппаратами. Там МДА, Канада, там фирма Решетнева, Синтерна, естественно, российская фирма. Поэтому КП-3 занимается этими вопросами. Я вас уверяю, ну, может быть, очень скоро на какой-то конференции, как бы Тарик Павлович, в Днепре мы сделаем докладки по этим системам. Ну, а сегодня, я прошу прощения, если я неправильно понял, я делал по космическому исследованию. Все правильно поняли, а не так получилось. Я, наверное, неправильно выставил сюда, а может быть, правильно. Я имел в виду вот, что, Ярослав Снепанович. Я прошу прощения, я прошу прощения и приклады. На Коронаск и Коронаск, головная заместитель Зародора, ставила приклады на вашу Коронаск и в первом свете, что следила четырехзалинной вариацией СОРС. Так. Знаю. Ярослав Снепанович, а не только в Гайдянске с ней. Нет, в 90-х, в Гайдянске и в 2005-е, в Коронаск и в Коронаск. То нет, скажем так, Ярослав Снепанович. Ну, мы то знаем, что это было за часы уже независимых. Украина сама створила аппарат. Это историческое, антиогенологическое действие после нашей истории. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.